Сегодня у стен мэрии прошла необычная выставка. Здесь челнинцам представили 17 автомобилей отечественного и зарубежного производства. Все машины объединяет то, что они участники автопробега «Голубой коридор», а их двигатели работают на необычном топливе – метане. Так «Газпром» решил привлечь внимание муниципальных властей и автопроизводителей к проблеме экологической безопасности транспорта. В отличие от распространенного пропана, у метана гораздо меньше выброс вредных веществ в атмосферу. К тому же этот природный газ менее пожароопасен. В колонии автопробега нет переоборудованных машин. Здесь представлены только заводские модели. Цель всероссийской акции, которая проводится ежегодно – популяризация транспортных средств, работающих на метане. В этот раз «Голубой коридор» проложили вдоль Волги с заездами в города, где работают автозаводы. Татарстану повезло больше всего, потому что на КамАЗе серьезно занимается эта тема. Есть собственный двигатель газовый, собственные грузовики различного назначения, автобусы. Если в прошлом году Телнинский автогигант делегировал на автопробег только три автомобиля, то сейчас их уже пять. Это три автобуса «Нефас», один «Усоровоз» и комбинированная дорожная машина. Но представители «Газпрома» отметили, что замедлять темпы развития в этой области не стоит, или рынок быстро может быть захвачен заграничными конкурентами. КамАЗ – один из основных поставщиков транспортных средств для «Газпрома». Его специалисты уверены, что сотрудничество с Камским автогигантом является весьма перспективным. Однако и другие автопроизводители не стоят на месте и порой приятно удивляют, поделились «Газпромовцы». Так в автопробеге участвуют машины марок «Газ» и «ВАЗ». Вместе с отечественными специалистами в набережные Челны прибыли и их немецкие коллеги из компании «Рургаз». «Мы приехали на собственном автомобиле. Этот «Вольксваген» работает на метане. Это доказательство того, что мы готовы сотрудничать с Россией в этом плане. Мы проехали очень длинную дистанцию, чтобы показать, что мы заботимся об экологии. Ведь используя природный газ, мы практически не загрязняем атмосферу». После выставки в Мэрии состоялся круглый стол, на котором представители чонгинских компаний и городских властей могли пообщаться с организаторами «Голубого коридора». Особое внимание здесь уделили проблеме нехватки газовых заправочных станций. Метан в России предлагает всего 250 АЗС. Однако представитель «Газпрома» заявил, что сейчас активно ведется строительство новых. Плюс те, кто выберут автомобили с двигателем на метане, смогут еще и сэкономить. Сейчас литр такого голубого топлива стоит 9 рублей. Егор Орлов, Евгений Максимов, РЕН, Набережные Челны.